привет дорогие друзья сегодня я делаю очень интересный тортик называется черно-белая шинель я его немножечко изменила так как мне нравится так как не было его хотелось видеть и таким я его сделала который данное время года будет очень актуальным ну и собственно сам этот тортик по себе очень актуален именно в это время года получился он мне вот такой вот в разрезе фотографии конечно уже у меня прям с праздником дома разрезать его конечно не удалось хвалили и говорили что очень-очень был вкусный весь детский сад ел в общем давайте начнем дальше я расскажу все по порядку коржи у меня здесь не бисквитные бисквитные только светлая коржа шоколадная не бисквитные для начала я подогрела молоко в молоко добавляю сахар зачем я это сделала для того чтобы мой сахар разошелся и не хрустел потом на зубах так как у меня здесь будут песочные коржи шоколадные это будет вкус такой напоминать трюфельных коржей очень очень шоколадных насыщенных и очень вкусных а так как сахар будет плохо растворяться в масле поэтому добавляю их его в теплое молоко отставляю на минутку и тем временем буду уже отвешивать муку и какао муку я отвесила и теперь сюда же просеиваю обязательно сквозь сито какао для того чтобы в нем не было никаких комочков в принципе она потом все разотрется но все-таки пропустите сквозь сито и муку и какао какао можно в принципе положить от 60 до 100 грамм но у меня очень хороший какао поэтому я его кладу 60 грамм мне этого с головой достаточно и у меня получается и так очень насыщенный и черные коржи поэтому я больше не не советую ложить именно в моем случае но если у вас не очень качественный какао либо у него вкус очень не насыщен то лучше положите уже около 100 грамм также сюда вот вы видели я с баночки добавила ванильный сахар сразу же сухие ингредиенты его можно было бы добавить и в молоко и также добавляю сюда еще чайную ложечку соды она сделает наши коржи не такими забитыми они хоть будут и песочные но они поднимутся типа как прянички немножечко также отвесила я масло и выкидываю его к молоку масло конечно лучше было взять комнатной температуры чтобы она была хорошо размягченная но у меня масло буквально там минут там 5-7 после холодильника поэтому она не очень хорошо смешивается с молоком но так как молоко теплое но плюс-минус растворяется собственно мне это не принципиально важно так как я буду вымешивать еще свой свое тесто и она у меня все разойдется в общем довожу максимально до однородности если будет размягченное масло у вас получится полноценная эмульсия будет очень красивой и ровной консистенции как крем также сюда добавляю 2 яйца хочу заметить тортик у меня получился очень большой я делала на большое количество человек и сам тортик у меня был 6 килограмм то есть где-то пять с половиной был именно торт потому что украшен он у меня был кремом а он не сильно тяжелый был поэтому я делаю на довольно большую пропорцию перемешивая покуда это возможно ложкой после того как уже станет сложно мешать ложкой начну вымешивать руками тесто очень приятным станет эластичным вымешивать его нужно будет до того момента пока она не перестанет липнуть к рукам ну собственно плюс-минус как пряничное тесто оно должно получиться если вы делали добавила еще щепотку соли сюда мне кажется что благодаря соли получается более интересный вкус всегда у блюд неважно десерт это или что-либо другое чуть-чуть подмешиваю собирая в комок для того чтобы удобно было вымешивать увидите сейчас еще довольно сильно прилипает к рукам мое тесто поэтому я решила подпылять мукой еще стол у каждого мука разная поэтому кого-то может уйти ровно 350 грамм у меня ушло 370 грамм в общем я еще где-то 20 грамм на подпыл взяла и собираю прекрасное эластичное тесто очень приятно с ним становится работать она хорошо катается гладкая и нежная если нужно подпыляем еще мукой не бойтесь вы сильное тесто не забьете но в принципе не получится не сильно мягкими сильно жестким оно такое очень эластичное и приятное и потом очень хорошо катается изначально у меня было запланировано всего два шоколадных коржа но потом в принципе из остатков я смогла сделать еще третий корж что для меня было только на руку поэтому вы видите изначально я разделила всего на два коржа если у вас тортик будет диаметром 24-26 сантиметров данного количества теста вам хватит на 4 коржа и тогда я советую вам немножечко другую делать сборку делать допустим один ванильный бисквит два шоколадных опять ванильный и опять два шоколадных так будет более интересно раскатывать я буду сразу на тефлоновом коврике вы видели уже я не раз показал о том что типа пряничного и песочного теста я всегда раскатываю под пакетиком новый пакетик просто отрываю и не пленка именно пакетик потому что пленка скукоживает как бы не дает так растягиваться нашему коржу а вот под пакетиком качается просто замечательно я примерила что уже достаточно раскачала свой корж потому что в этой форме я буду печь ванильный бисквит и такой же форме мне нужно приблизительно вырезать и мой шоколадный корж я положила наверх на форму и по контуру стараюсь максимально обрезать свой шоколадный корж я просто пальчиком прощупываю где у меня заканчивается моя форма и обрезаю в нужном месте мне удобнее всего пользоваться именно вот таким вот роликом для пиццы как для мистики так и для теста все вроде бы везде обрезала форма меня устраивает и вот получился у меня вот такой вот шоколадный корж ставлю его в духовку при температуре 180 градусов минут на 10-15 смотрите по вашей духовке у вас получится слегка слегка еще мягкий корж вы пальчиками вы можете прощупать но когда вы его достанете и он у вас остынет он станет такой как пряник как бы плотным отправляю печься и сделала таких два коржа из остатка сделала еще третий он мне получился чуть чуть потоньше чем предыдущие два потому что я на него общение рассчитывая но ничего страшного также я испекла бисквит и я здесь пекла его в два захода один заход у меня был на 6 яиц и у меня его разреза на 2 и один еще такой тоненький корж я его взяла на картошку на пирожное картошку то есть я разреза грубо говоря его на два коржа и один отдельно еще испекла на 3 яйца его как бы с него сняла верхушечку тоже отправила на картошку и его как третьим коржом буду использовать то есть у меня получилась три шоколадных и три бисквитных ванильных коржа классических также я буду сюда использовать апельсины и бананы и киви буду использовать их по отдельности апельсины с бананами киви отдельно у меня где-то ушло три маленьких апельсинчика таких fresh маленьких апельсинчик а таких чуть больше чем кулак и три банана и наверное три-четыре киви у меня ушло но опять же торт у меня был большой смотрите по тому как вам нравится также я сюда буду использовать тыквенный крем сюда очень подходят те крема которые хорошо впитываются никаких масляных кремов сюда не подойдет то есть пожалуйста сюда либо сливочный либо пломбир либо сметанный либо вот такой вот тыквенный то есть такой крем который впитается не белковый сюда особо не подойдет не масляный беру свой нижний бисквитный корж пропитываю его немножечко снутри пропитка любая может быть сахар просто с водой может быть с каким-либо ликером может быть кофе так как вам хочется вы можете немножечко поэкспериментировать изменить тортик и немножечко не забываем ставить под низ нашего коржа крема для того чтобы наш корж потом не ездил по подложке нужное количество крема распределяем по коржу и следующем у нас будет шоколадный корж их я разложила просто по столу и изначально пропитала с одной стороны они очень долго в себя впитывают влагу так как допустим и медовики если вы медовики пропитаете вы знаете что они очень долго впитывают влагу поэтому я их разложила пропитала раз потом побрызгала еще раз пульверизатора пропиткой еще раз пропитала и потом только ложила на торт и на торте вторую сторону пропитывала довольно солидным слоем выкладываю на него крем потому что эти коржи в себя впитают очень много жидкостей соответственно и крема в них питается очень много он впитывается очень долго но его уходит но очень много и выкладываю на него фрукты Следующий корж я снизу слегка намажу еще кремом и придавлю ним фрукты Для того, чтобы фрукты были как бы запечатаны кремом с двух сторон И опять-таки намажу кремом и здесь уже буду выкладывать киви Если вы будете делать, допустим, два шоколадных ванильных и опять два шоколадных Смешайте все фрукты вместе и тогда и там будут фрукты и там будут фрукты везде одинаковые Будет очень тоже интересно Главное здесь использовать больше фрукты с кислинкой Либо вишня, либо вот такие вот какие-то цитрусовые для того, чтобы была кислинка все-таки в тортике И дальше уже накрываем последним шоколадным, после него крем, бисквитный, опять крем и последний бисквитный корж Теперь отставляю свой торт в холод в среднем на 2-3 часа Для того, чтобы у нас начал впитываться крем Если мы сейчас его поставим под пресс, крем просто вылезет и он не начнет нормально впитываться у нас в корже Поэтому изначально отставляю тортик на какое-то время, чтобы крем начал впитываться и стабилизировался сам торт После этого заношу и поставила под пресс Под прессом он у меня был где-то около часа, пресс где-то около 3-х килограмм То есть у меня стояла 3-х литровая банка, но она была не полной водой, плюс еще доска, на которой стояла банка Потом я слегка уже тортик подровняла картошкой, то есть остатки крема смешала с обрезками бисквита, которые я обрезала Для того, чтобы мне потом было удобнее его украшать кремом Потом я приготовила у меня здесь творожный крем, творожно-масляный И слегка сейчас промажу им, чтобы запечатать крошечки и потом уже начну основное украшение тортика Украшение у меня здесь было не очень сложным Я здесь сделала вот такую вот елочку из крема, насадка, которая плоская и с одной стороны ровненькая, а с другой зубчиками И вот такую вот елочку я сделала На елочку потом я ставила желейные шарики из желатина, которые я показывала в предыдущем видео, как я делала И вот такой вот получился у меня абсолютно новогодний торт Сверху присыпала не тающей сахарной пудрой и кокосовой стружкой И циферки у меня из шоколадной мастики На самом деле очень простой рецепт, но он очень интересный и очень красивый Надеюсь вам было интересным это видео, ставьте обязательно пальчики вверх А с вами был Кекс, до новых встреч, пока!